Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на втором всероссийском форуме от импортозамещения к технологическому суверенитету. В эти дни работаем в Челябинске, говорим о технологиях, стратегиях импортозамещения, экономике и многом другом. И в нашей студии заместитель министра образования науки Челябинской области Виталий Владимирович Литке. Какие научно-технологические направления сегодня в Челябинской области считаются наиболее приоритетными? Наиболее приоритетные направления идут из экономики. Если мы говорим про научно-технологическое развитие, нам нужно понимать, каким образом структурирована наша экономика, каким образом развивается наша промышленность, бизнес, технологические предприниматели. И вот сегодня как раз на форуме мы обсуждали эти вопросы, позиция от заказчика, позиция от тех стратегий, которые есть сегодня у наших производственных компаний. Поэтому наши приоритеты, они так или иначе связаны с основными компонентами валового регионального продукта. Это и металлургия, и машиностроение, это и вопросы, связанные с сельским хозяйством. Но при всем при том, мы с вами понимаем, что несмотря на то, что эти отрасли являются для нас классическими, научно-технологическое развитие требует совершенно иного подхода. И поэтому вопросы, например, цифровизации, вопрос использования современных нейросетей, вопросы использования современных материалов, которые ранее были недоступны, может быть, нам, они обязательным образом включаются во всю научно-технологическую повестку, потому что без решения этих задач, без работы с этими вызовами, без включения сквозных технологий, традиционные отрасли тоже не перейдут на новый технологический уклад. Поэтому это очень важно, но в любом случае фокусировку мы держим, вот еще раз повторюсь, с позиции нашей экономики и потребности наших заказчиков. Что, вот мы, кстати говоря, длительное время говорим об этой проблеме, что необходимо сделать для того, чтобы технологии, которые рождаются на уровне научно-исследовательских центров, вузов, все-таки получили более короткий прямой путь к применению в жизни и появились на рынке, появились в прямом доступе у бизнеса, и это было легко и просто. Что мешает сегодня сделать это и какие наработки необходимы для того, чтобы это заработало как следует? Ну, на самом деле, это очень серьезная задача, очень серьезный вызов. Вы знаете, что многие предприятия не первый год пытаются решить это уравнение. Проблема заключается, на мой взгляд, субъективный взгляд в том, что нужно больше ориентироваться именно на позицию конечного продукта, конечного пользователя. А сейчас не так происходит? Сейчас многие подходы, если мы даже говорим про университетское сообщество, там, где тоже наука развивается активно, они исходят из парадигмы, что вот мы что-то сделаем, потом это предложим, а вы у нас купите или возьмите, начните пользоваться. И вот эта формула сейчас перестает работать. Сегодня об этом как раз разговаривали с Александром Фертманом, это один из директоров фонда Сколково, который занимается технологической повесткой. И как раз вот эту парадигму сейчас очень тяжело поменять. На чем, например, у нас сейчас выигрывают технологические компании в сфере цифровизации? Они как раз выигрывают на том, что они предлагают удобные, качественные решения для каких-то традиционных задач. И эти решения позволяют пользователям на совершенно ином качественном уровне, будь то это физическое лицо или крупное промышленное предприятие, они позволяют на более качественном уровне с более высокими характеристиками, скоростями, удобством, либо еще с какими-то измеримыми параметрами решать традиционную задачу. И вот сейчас наша задача уже теперь переориентировать как раз те заделы, а у нас за дело есть очень серьезная, с очень фундаментальной, хорошей школой, переориентировать их на решение пользовательских задач. И вот этот переход совершить очень непросто, потому что этот стереотип, который у нас сидит, что мы работаем над серьезной фундаментальной задачей, у нас есть серьезный проект научный, но в конечном итоге оказывается, что его элементы этого проекта интересны, а в комплексе, в том виде, в котором он создается, он никому не нужен. Вот с этой проблемой надо работать активно. Я правильно понимаю, что в авангарде всех современных решений, которые направлены на технологический суверенитет, импортозамещение и динамичный рост научно-исследовательской работы, в авангарде всего этого сегодня стоит кооперация и объединение усилий, в том числе в научной среде. Сегодня в Челябинской области, насколько я понимаю, активно обсуждается строительство межуниверситетского кампуса. Знаете, вот когда я была студенткой, как правило, крупные вузы, которые заключены в одном крупном городе, они конкурировали между собой. А здесь получается межуниверситетское взаимодействие. Вот какие вопросы, проблемы должны решить вот этот проект, каким образом он будет реализован и в какие сроки? Ну, кампус, если говорить в целом обо всем этом проекте, это очень амбициозный, очень серьезный проект. Он включает в себя множество подзадач, он несет в себе несколько целей. И прежде всего, если так говорить про такую общую рамку этого проекта, он позволяет сделать наш регион, Челябинскую область, гораздо более привлекательным для того, чтобы здесь жить, работать, заниматься любимым делом. Это такая вот общая комфортная, красивую комфортную следу со всеми теми возможностями, которые есть на мировом уровне. Потому что ключевая проблема, с которой мы сейчас работаем и которая является для всех регионов вызовом, это человеческий капитал. И вопросы удержания, а точнее, слово мне удержание, конечно, не нравится, привлечения, да, и сделать нашу среду привлекательной для того, чтобы человеческий капитал здесь, первое, захотел остаться, а второе, захотел сюда приехать, вот это как бы вызов, с которыми работает проект кампуса. Дальше вот этот общий такой целевой, да, красивый результат, он развивается на несколько направлений. Первое, мы должны понимать, какую содержательную повестку мы вложим в понятие кампуса, на что мы сделаем ставку, ставку с точки зрения научно-технологического развития региона, под какие компетенции будет есть возможность и будет целесообразно развивать как раз-таки эти направления деятельности. Вторая история заключается в том, что под содержанием мы должны адаптировать и среду, она должна быть удобной, она должна быть комфортной, она должна соответствовать тем задачам, которые мы планируем решать на кампусе. Ну и, конечно, третья задача, это все вопросы, связанные с созданием тех самых научно-технологических проектов, о которых мы говорили. Наша задача не просто сделать так, чтобы люди там красиво находились, а действительно были нацелены на создание нового амбициозного результата, ставили перед собой большие амбициозные цели, достигали их, получали этот результат. Вот, может быть, вот в такой крупными мазками обрисую, как это выглядит сегодня, но, что важно, конечно же, у кампуса должна быть фокусировка, стратегическая фокусировка, и мы сегодня этим активно занимаемся. Все наши университеты, участники проекта погружены в эту повестку. Была проведена не одна стратегическая сессия, в том числе и с участием Федерального министерства науки и высшего образования, с представителями технологических партнеров. Мы обсуждали, какие компетенции в регионе наиболее развиты, какие компетенции в регионе будут развиваться завтра, будут востребованы экономикой завтра, и, соответственно, исходя из этого, мы понимали, на чем должна сфокусироваться деятельность будущего кампуса межрегистетского. На чем? А сейчас это фокусировка на трех ключевых направлениях. Это направление интеллектуальное производство, это направление физика материалов и материаловедения, и направление технологий живых систем. И вот в рамках этих направлений, крупных направлений, уже формируются программы, проекты и продукты деятельности будущего кампуса в разрезе научной плоскости, образовательной плоскости и, соответственно, плоскости уже технологического предпринимательства. Как раз здесь Челябинский кампус начинает обретать свое лицо, свою нишу на фоне остальных кампусов, которые, как вы знаете, создаются сейчас у нас по всей стране. В какие сроки вы планируете реализовать? Вы знаете, сроки очень амбициозные. По условиям, по которым мы сейчас идем, и в соответствии с теми дорожными картами, которые имеем, кампус в полной мере должен начать свою работу в 2026 году. Объем строительства какой? Объем строительства колоссальный. По сегодняшним технико-экономическим параметрам это порядка 123 тысяч квадратных метров. Зная характер челябинцев, я уверена, вы справитесь. Да, мы очень стараемся это сделать. Проект действительно амбициозный, очень важный. И вот сегодня все университеты, индустриальные партнеры максимально у него включились. Будем надеяться, что у нас действительно получится грандиозный проект, который перезагрузит как минимум научно-технологическую повестку региона, а как максимум окажет существенное влияние и на социально-экономическое положение и в целом усилит экономику нашей Челябинской области. И страны в целом. И страны в целом, конечно же, да. Спасибо. Спасибо вам. В нашей студии был заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Владимирович Литке.